Нагрев идет, фаза Б. Картина для такой небольшой деревни, как Чурилково, мягко говоря, нестандартная. Днем отмечают специалисты, когда почти все потребители на работе, такого быть не должно. Еще немного и автоматика отключит ток. Да как вечер, так гуляем по улице. Это что такое? Не покушать, не изготовить, не без тепла сидим. И все, какого-то человека говорят. Речь о Илье Золоткове. Предприниматель, летчик и экспериментатор, решил отапливать свой дом компьютерами в прямом смысле слова. Из остатков старой майнинговой фермы мы сделали водогрейный котел. Компьютеры работают на убой при такой температуре. Их не жалко, они старые. Этих старых блоков на рынке очень много. Они продаются сейчас по цене металлолома. И они еще что-то не компенсируют. В виде каких-то небольших криптовалютных заработков. Вот только остальным жителям деревни такой прогресс выходит боком. Законно ли подключение котельной, да и котельной ли, уже разбираются эксперты. Ведь по документам у предпринимателя на участке 5 жилых домов. С максимальной мощностью бытового потребления 30 киловатт каждый. По факту их три, одной из которых та самая котельная. К сожалению, здесь выходит за рамки нашей сферы именно последующая проверка того, что подключил заявитель. Как факт мы можем только лишь по характеру и мощности, которую потребляет заявителей, выявить все-таки, что же там подключено, как в данном случае достаточно энергоемкий объект. В каждой заявке подключаемым объектом указан жилой долг. Такой подход позволил заявителю получить льготный тариф как для категории населения, который практически в 2,4 раза меньше тарифа, соответствующего категории прочим потребителям. Осенний-зимний период для энергетиков – непростая пора. К стандартному набору электроприборов добавляются обогреватели. Если бы они были бытовыми, как в обычных домах, проблем бы не было. Сейчас в Чурилковой энергетике устанавливают новую трансформаторную подстанцию мощностью в 400 кВт Ампер, которая позволит устранить перебои с электричеством. Павел Волков, Сергей Мазилов. День в событиях.